Не хочу учиться. Следующая история о подростке, который на протяжении полугода отказывается посещать школу. Заставить его сесть за парту не могут ни родители, ни социальные педагоги. Но мальчику необходимо окончить хотя бы 9 классов. Эта информация послужила поводом для проверки уполномоченным по правам ребенка в Ненецком округе. В РИД отправилась и наша съемочная группа. Ольга Русул продолжит тему. Поводом для РИДа стало обращение, которое поступило к уполномоченному по правам ребенка Галине Гуляевой. Подросток уже полгода не посещает школу. Из одного учебного заведения он документы забрал, а в другое до сих пор не принес. Повлиять на него не могут ни социальные службы, ни родители. Родители не могут проконтролировать учебу. Они в этом сознаются. Они говорят о том, что дети мало их слушаются. И это, в общем-то, проблема, наверное, не только этой семьи, а вообще, в принципе, многих семей. Второй ребенок в этой семье в школу ходит, но не на все предметы и не всегда. Есть проблемы с успеваемостью. Мальчик недавно вернулся из социально-реабилитационного центра, где находился 3 месяца. Вернулся с хорошей характеристикой и аттестацией по всем учебным предметам. Там он учился, причем хорошо учился, ему там нравится. Приезжает домой, перестает учиться. Жалуется на то, что в школе якобы не так. Но любую такую информацию надо проверять. Кроме того, семья находится на контроле в комплексном центре социального обслуживания. Сотрудники центра проводят профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними детьми. Данная семья у нас находится на учете уже давно. Мы проводим профилактику как с родителями, так и с несовершеннолетними. Да, есть проблемы в этой семье. Родители не понимают то, что дети должны проходить обучение. Мы с ними постоянно работаем в этом направлении. Также есть несовершеннолетними. Объясняем, что нужно учиться. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, попадают под патронат социальных служб. Специалисты КЦСО оказывают социальную продуктовую вещевую помощь людям, столкнувшимся с трудностями. На каждую семью составляется индивидуальная программа, которую реализуют совместно с различными учреждениями. Это, например, помощь в оформлении детских пособий, устройства в дошкольные образовательные учреждения, помощь в трудоустройстве. Да, конечно, у нас идет хорошее взаимодействие со всеми субъектами профилактики. Это и школы, и социальные педагоги нам сообщают, что дети не ходят, которые подучетные, да, не ходят в школу. Мы сразу выезжаем, выясняем причины. Если это без ужительных причин, тогда проводим профилактические работы с родителями и с несовершеннолетними. Что касается этого случая, родители обещали проконтролировать старшего сына, чтобы в ближайшие дни он все-таки появился в школе и отнес туда свои документы. Ведь ему необходимо окончить хотя бы девять классов.